Добрый вечер! В эфире телекомпании «Город» программа подробностей. Когда бы ни началась декларационная кампания, многие граждане хватаются за голову в самый последний момент. И сразу миллион вопросов. Куда обращаться? Существуют ли льготы? Как оформить налоговый вычет и прочее? У арендаторов тема налогов, например, возникает как последний довод, когда они не видят иных рычагов воздействия на владельцев снимаемого жилья. Разобраться в некоторых нюансах поможет гость нашей студии, заместитель руководителя УФНС Паризанской области Алексей Лощенов. Декларационная кампания в самом разгаре. Можно ли подвести сейчас какие-то итоги, хотя бы предварительные? Традиционно направляется декларационная кампания налоговыми органами. Суть, я напомню, этого мероприятия направлена на побуждение налогоплательщиков физических лиц к декларированию. Представление в налоговые органы, информация в виде налоговых деклараций о полученных ими налогооблагаемых доходах за предшествующий налоговый период, по которым не исчислен налог на доходы физических лиц. О чем идет речь? Что это за доходы? Что это за категория налогоплательщиков? Я кратко напомню. Речь идет в первую очередь о физических лицах, которые получили налогооблагаемые доходы, по которым не был исчислен НДФЛ, ну скажем, при реализации объектов имущества периодом владения менее трех лет в отношении недвижимости или транспортные средства. Доходы получены от реализации долей в уставном капитале хозяйственных товарищей или обществ. Доходы связаны с переуступкой права требований в отношении определенных объектов, в том числе недвижимого имущества, при условии, что эта переуступка проводится на возмездной основе. Индивидуальные предприниматели на общей системе налогообложения, частно практикующие нотариусы, адвокаты, главы крестьянско-фермерских хозяйств и так далее. В целом, нужно сказать, что у нас количество обязанных физических лиц, которые получили налогооблагаемые доходы в 2013 году и обязаны были представить, соответственно, налоговую декларацию, заплатить налог на доходы физических лиц, как правило, по величине 13% от этого налогооблагаемого дохода увеличилось в 2014 году по сравнению с 2013 годом. Увеличилось приблизительно на 10% и составило 27 тысяч жителей Рязанской области. Если говорить о налоговой дисциплине, то есть о том проценте от этого количества физических лиц, которые самостоятельно представили налоговую декларацию в налоговые органы, то и в целом налоговая культура, налоговая дисциплина у нас также повысилась на 14,5%, то есть порядка 21 тысячи налогоплательщиков самостоятельно продекларировали свои налогооблагаемые доходы и заплатили НДФЛ. У нас величина налога к доплате также составила 66 миллионов рублей в 2014 году. Но я вам хочу сказать еще такую достаточно серьезную цифру и вообще ситуацию, которая проходила в целом в Рязанской области и в России по этому вопросу. Дело в том, что в отличие от предшествующих декларационных кампаний, когда мы инициативно напоминали налогоплательщикам путем направления информационных писем о необходимости отчитаться о своих налогооблагаемых доходах, в этом году мы информационные письма направляли только тем налогоплательщикам, которые своевременно не исполнили свою обязанность по представлению налоговых деклараций до 30 апреля. Поэтому кампания проходила в условиях, когда все-таки есть уже сформировавшиеся такие устойчивые представления у физических лиц о необходимости декларирования налогооблагаемых доходов, представления налоговой декларации по форме 3 НДФЛ, необходимости исполнения своих обязанностей по уплате налогов в отношении такой группы налогооблагаемых доходов. Ну а о структуре налогоплательщиков я напомню, что большинство все-таки составляет граждане, которые распорядились объектами имущества. То есть у нас, повторяю, сложилось уже правосознание, в том числе у жителей нашего региона, о том, что при отчуждении, скажем, недвижимости периодом владения меньше трех лет, необходимо с полученного дохода, если сделка проходила на возмездной основе, соответственно, отчитаться о своих налогооблагаемых доходах, заплатить НДФЛ в региональный бюджет. Если НДФЛ не начислен, что делать? Вот так, чтобы понятно, телезрители поняли. Знаете, вот в этой ситуации необходимо в первую очередь сообщить налоговому органу, и такие сообщения как раз направляются в виде декларации, сообщить налоговому органу о полученном налогооблагаемом доходе. Соответственно, путем, после представления декларации, налоговая инспекция проводит камеральную проверку этой налоговой декларации, и начисляется налог доплате в отношении таких налогооблагаемых доходов. Я напоминаю, что в этом случае налоговая инспекция направляет соответствующую информацию результата камеральной налоговой проверки в отношении налогоплательщика, который обязан исполнить уже требования налогового органа о перечислении НДФЛ в региональный бюджет. Также не стоит путать декларации по представлению налогооблагаемых доходов в уплате налога с декларацией на получение имущественных или социальных налоговых вычетов. Их можно представить в налоговой инспекции на протяжении всего года. Поэтому, если в целом говорить о декларационной кампании, по нашему мнению, она состоялась традиционно в Рязанской области с достаточно высокими результатами, и мы думаем, что в ближайшее время мы начинаем уже работать, и сегодня тоже предметно будем об этом говорить, с теми физическими лицами, в том числе и индивидуальным предпринимателем на общей системе налогообложения, которые не отчитались самостоятельно, несмотря на все действия, предпринятые налоговыми органами информационно-просветительского работы, направления информационных писем, требований. Тем не менее, они посчитали, что обязанность по уплате налога исполнять им не обязательно, извините за эту автологию. Сейчас основное усилие налоговых органов будет направлено на то, чтобы методами уже налоговых проверок, методами санкций, воздействия в рамках предусмотренных действующих заказов, на таких лиц привлечь их к налогообложениям. Сейчас очень модно сайты, очень модно электронное какое-то оповещение. Как можно получить любую информацию, если мы запутались сами? Ну, традиционно Федеральная налоговая служба предлагает бесконтактный такой клиентоориентированный способ взаимодействия с налогоплательщиком. Действительно, уже сегодня не обязательно обращаться в налоговую инспекцию. Достаточно обратиться на официальный сайт ФНС России в сети интернет налог.ру. На сайте представлена как информация по налогу на доходы физических лиц о тех лицах, тех категориях налогоплательщиков, которые обязаны продекларировать свои налогооблагаемые доходы. Я сегодня назвал наиболее распространенную категорию, но на самом деле перечень налогооблагаемых доходов, о которых необходимо отчитываться ФНС и платить налог на доходы физических лиц гораздо более широкие. На сайте можно получить официальную информацию. Кроме того, представлены брошюры в таком доступном, общепонятном языке о возможности получения социальных и имущественных налоговых вычетов. Это своеобразная форма такой социальной поддержки, стимулирования налогоплательщиков, физических лиц на приобретение, в том числе, жилых помещений. Также можно получить информацию о том, в каком порядке осуществляется предоставление этих вычетов. Ну и самый главный интернет-сервис – личный кабинет налогоплательщиков, физического лица. Соответственно, он также представлен на сайте ФНС, воспользовавшись личным кабинетом, подключившись к нему, а это можно сделать путем получения пароля. В любой налоговой инспекции можно в электронном виде подать декларацию по форме 3НДФЛ в налоговые органы. Кроме того, можно получить информацию обо всех налогооблагаемых доходах. На сервисе представлены справки 2НДФЛ за последние 3 года. Поэтому призываем активно, бесконтактно, клиентоориентированно на современном уровне пользоваться теми интернет-сервисами, которые специально разработаны в ФНС для упрощения взаимодействия с физическими лицами по налогообложению доходов. Вот сейчас два самых актуальных вопроса, которые возникают у трудоспособного населения. Это зарплата в конвертах, большинство ее получает, и съемные квартиры. Потому что либо закончился договор, либо его нет вовсе. И когда возникают какие-то вопросы, хозяйка повышает плату, или она выгоняет заранее, или жилец угрожает ей, что он расскажет налоговой, что она сдает квартиру, поясните, как здесь быть? Давайте последовательно о двух составляющих. Первый вопрос касается теневой заработной платы. Он традиционно на повестке дня. И я напомню, что получение зарплаты в конвертах сегодня – это вот такой общераспространенный слогом, за которым реальная жизнь стоит. Это отсутствие социальной гарантии завтра. То есть отсутствие, соответственно, легальных перечислений взносов в пенсионный фонд, в том числе фонда социального страхования, когда работник не может рассчитывать на тот общий пакет социальных гарантий, в отличие от тех работников, которые получают заработную плату, на которую начисляется легально, в соответствии с требованиями действующего законодательства, налог на доходы физических лиц. У нас проходит такая традиционная тоже информационная кампания по борьбе с теневой заработной платой. Проводится эта работа в том числе в рамках комиссии по легализации налоговой базы. Там рассматривается множество аспектов деятельности работодателей, налоговых агентов. Достаточно привести такие цифры, что порядка 1237 налоговых агентов у нас в первом полугодии были заслушаны на комиссии по легализации налоговой базы, которая действует во всех налоговых инспекциях Рязанской области. Если вы задаете вопрос об эффективности этой работы, порядка 123 миллионов рублей дополнительно поступило в бюджет НДФЛ, включающий и вопросы, касающиеся погашения текущей задолженности по заработной плате, и вопросы погашения задолженности по налогу на доходы физических лиц. И, конечно, мы рассматриваем в каждом конкретном случае любой сигнал налогоплательщика о выплате теневой заработной платы, проводим адресную работу примитивно к работодателю, разбираемся в ситуации, при необходимости могут быть назначены, в случае, если присутствует основание, предусмотренное закон о мероприятии в бризном налогового контроля. А вот отдельная зарплата, она сюда же входит в эту категорию? Конечно, конечно. Во все уровни начисления и выплат налогоплательщикам, касающимся оплаты труда, все они должны облагаться налогом на доходы физических лиц. Все, что касается второго вашего вопроса по поводу доходов, получаемых от сдачи в аренду квартир, то здесь я должен сказать, к сожалению, уровень декларирования и налогообложения в отношении такого рода доходов, учитывая, что в основном такой риелторский рынок недвижимости, он находится в тени, как правило, такие договоры не регистрируются в органах Росреестра. Мы активно взаимодействуем по этому вопросу с традиционными поставщиками информации. Заключили, разработали схему взаимодействия с участковыми уполномочиями, с органами ФМС, с товариществами, с собственниками жилья, с домоуправлениями. Такую информацию можно представить в налоговую инспекцию. Такие налогооблагаемые доходы также должны быть задекларированы. Получаемый собственником квартиры, соответственно, в отношении этих доходов также должен быть исчислен налог. Я еще раз напомню нашим телезрителям телефон доверия Управления ФНС России по Рязанской области, по которому можно сообщить информацию по такого рода фактам. 24 28 44. 24 28 44. Телефон работает в постоянном режиме. Пожалуйста, и каждый звонок налогоплательщика о том, что есть известные ему факты выплаты доходов, в отношении которых не исчислен налог на доходы физических лиц, в том числе доходы, получаемые собственником квартиры при предоставлении жилья в аренду, они будут внимательным образом проверены налоговыми органами. Спасибо за эти 10 минут. Я напомню телезрителям, это была программа подробностей. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова